В сторону поля Итак, Волынь в Днепре. На стадионе, который крестоносцы, мягко говоря, недолюбливают, ибо были биты крепко и не раз в качестве беспросветного аутсайдера, а также крепкой команды украинской премьер-лиги. На этот раз под руководством Андрея Тлумака лучане приехали уже в статусе грозного лидера первой лиги. Пять туров без поражений, пять туров без пропущенных голов. Звучит, да еще как. Безусловно, Волынь опасались, но не так страшен зверь, как его рисуют. Ведь всем известно давно, что в Днепре умеют играть с лидерами. А тут еще и домашнее поражение с металлистом в четвертом туре, как заноза в пятке. В общем, как ни крути, а снимать лидера с верхней строчки таблицы, Днепр выходил сверхмотивированный. Лидер чемпионата. Команда не пропускала, команда не проигрывала, и вот такая вот история мы видим на табло 5-0. Что случилось с Днепром-1? Это запредельное желание не то, что сдвинуть команду, да, и поправить им еще статистику? Ну, это было запредельное желание, во-первых, доказать, что с металлистом при родных болельщиках была случайность. Ну, не будем разбирать, мы уже металлист разобрали. Просто хотелось перед родным стадионом своими болельщиками доказать, что это была случайность, показать хороший свой футбол. Ну, и, конечно, турнировую задачу. Мы хотим быть на первом месте, и у нас цель была, я считаю, мы сегодня неплохо сыграли. Ну, во-первых, это была очень важная игра, можно сказать, игра за 6 очков. Мы не имели права ни в коем случае проигрывать, и ничейный результат нас не устраивал. Играли только на победу, хотели реабилитироваться после поражения от металлиста. Далее о том, что понравилось и что нет. Давайте о хорошем, потому как ничего плохого на Днепрар-арене вечером в воскресенье замечено не было. Дмитрий Михайленко и компания, похоже, долго разбирали волынь по запчастям. В итоге все механизмы соперника были изучены досконально, а закрепляли матчасть подсказками у кромки поля. Тяжелая схема для того, чтобы накрыть противника. Нам нужно было прессинговать, для этого нам нужно было просто быть компактным. Поэтому мое присутствие у кромки поля было вызвано именно тем, чтобы больше подсказывать линии обороны. Нам нужно было все время поджимать, потому что игроки Питько и Цюпа, если растягиваться, они будут одни. И, в принципе, волынь доставила много проблем командам в предыдущих турах. Поэтому здесь нужно было просто активно, еще там в силу. Мне кажется, сравнительно небольшого пребывания в команде тоже и Дима Башлай, и Сергей Чебатаева. Но они не подсказывают, с этим есть у нас проблемы, поэтому пришлось эти функции возложить на себя. Стартовый состав Днепра-1 поначалу удивил многих. Прежде всего, вновь в старте вышел, пока не совсем адаптировавшийся к первой лиге Снежко. Вышел и выдал просто-таки блестящий матч. Передача, подыгрыш и футбольная мысль в исполнении Александра пришлись по душе не только рядовым болельщикам, но и руководству клуба. Саша Снежко, совершенно верно, он очень хорошо позиционно чувствует игру. И он нам нужен был для того, чтобы связывать команда противника активно тройкой накрывала. И Саша отлично чувствует позицию, видит те зоны, куда нужно открываться, для того, чтобы продвинуть мяч на половину поля противника. В принципе, с этой целью мы его выпускали и получилось. В других играх может быть, будет полезнее и загальский игр, поэтому на сегодняшнюю игру мы выбрали такой вариант. Видим, что не ошиблись. Снежко был сегодня очень важной фигурой в игре, получал мяч, и слева очень много атак было, и качественных, и которые завершались потом забитыми голами. Я сидел с болевальником, мы в новой мессе, появился новый месс. Еще один герой матча в последнее время часто подвергался критике. От Алексея Чичикова, как от опытного бойца в атаке, ждут больше. Но сменив место дислокации, теперь уже атакующий полузащитник, похоже, все и сам прекрасно понимает. Все спрашивают, почему нападающие мало забивают, да? Тут вопрос в другом, что у тебя, наверное, все-таки другая немного позиция сейчас, и как ты сам относишься к критике? Ну, вы же смотрите, я играю больше с правой, больше с бровки. То есть, естественно, у меня забить центрального форварда Кулеша, вот как играть, меньше шансов забить, чем у него. Но все равно надо находить свои моменты, потому что критика – это нормально, это всегда дает повод задуматься и где-то в чем-то прибавлять, работать, и каким-то моментом, те же забивные моменты. Я думаю, что это для меня новая команда, хоть уже шестой тур, два мяча я забил. Надеюсь, что немножко еще добавим более сыгранности, и все получится, и будем забивать еще больше. Можно так сказать, что сегодня ты в какой-то мере извинился, да? Можно сказать и так, да. Именно Чичиков стал запевалой в разгроме Волыни. После блестящей передачи от Кравченко, гол Алексея, если и не надломил гостей, то точно придал Днепру уверенности. 32-я минута матча 1-0 в пользу хозяев поля. Надеюсь, на этом не буду останавливаться, и команда желает только продолжения. Полевой поделился пиццей или сам все съел? Конечно, сам все съел. К 37-й минуте поединка счет стал 2-0. Это Назаренко находит пасом Игоря Когута, и 25-й номер Днепра прошивает своего однофамильца, посвятив гол крестному по красоте, угадав с подарком аккурат в его день рождения. Есть ли задача у тебя так же самая, как и в прошлом сезоне, но если не лидером, то, по крайней мере, в лидирующей тройке бомбардиров команды будет? Будем стараться, завивать всегда приятно, помогая команде. Каждый мой гол – это помощь команде, поэтому будем кулеша обгонять. Очевидно, что именно после мяча Игоря трибуны повеселели и приготовились к плотному и насыщенному футбольному ужину. В перерыве настроение банкета четко подхватила Юлия Тюпила, расшевелив публику за шикарным столом. «Были на трибунах, слышали один вопрос, сколько у него сердец, сколько скоростей. Вот эта запредельная самоотдача – это действительно желание победить лидера?» «Конечно, это лидер, и мы хотели победить, и у нас каждая игра против лидера. И в каждой игре хочется выкладываться на миллион процентов. Я сегодня, ну, кричали, значит, хорошо набегал». Горячее подавали на 60-й минуте. Кравченко изысканно блюдо оформил, обошлай красиво вынес в зал. Простите, занес его в сетку. 3-0. Похоже, в измененном центре обороны Днепра теперь вырисовывается новый дуэт. И дома спокойно, и впереди есть что рассказать. «Все просто – подача с фланга. Оказался один и забил гол». «Я его поздравляю, дебютный гол. По традиции, с него пицца перед всей командой выставится». «Спасибо ребятам. Честно говоря, получил огромное удовольствие сегодня от игры. Игра была с лидером, и сыграть в такой футбол – это огромное удовольствие. Спасибо болельщикам, которые пришли, поддержали. Кричали «молодцы», настолько было приятно играть, что это, наверное, одна из лучших игр, которая запомнится». Ну а на сладкое подоспел Назаренко. Саша весь матч бегал в три сердца и заслужил на свой кусок пирога. Когут выцарапал мяч у флажка, отыграл на Чичикова, который голу записал и голевую. Навес, удар, гол. 4-0. Пора вызывать цыган. «Ты заработал на этот гол, и пусть он может быть где-то и чуть-чуть корявый. Да, хотелось хоть чучелом, хоть тушкой, но сегодня все-таки вписать свое имя в протокол на табло. Ну, конечно, гол есть гол, хоть он и фартовый, но без фарта в футболе никак. Получилось, что он скачал мне в голову и залетел в ворота. Ухо красное ухом завел? Ухо, да, печет. Забил ухом, сказал, что ты его научил. Правда ли вы тренируете этот удар? Не, ну я ему всегда говорю, выпрыгивает, мало ли там, куда мяч отскочит. Вот раз, отскочил прям в ворота». Ну и вишенка на торте. Пока на трибунах разливали на коня, полевой шарахнул под перекладину. 5-0. Под размашистые молодцы на Днепр-арене Днепр-1 оформляет красивейшую победу над конкурентом, заслуженно купаясь в овациях 5 с лишним тысяч болельщиков Днепра. «Ну, это, мабуть, за ради чего нужно жить. От взагалі, за чего я люблю футбол. Оце основное. Сьогодні пришел болевальник. Я хочу подякувати болевальникам Днепра за те, что они пришли и поддержали команду. Без вас нам набагато складнейше. И это основное на сегодняшний день. Как говорится, время собирать камни. Андрей Тлумак на пресс-конференции зашел с козырей. Тренера можно понять. Но все-таки, похоже на Днепр-арене, проблема у Волыни была в другом. Если Днепр играл в преферанс, то гости, похоже, настраивались на незамысловатую буру. Получилась сегодня игра зрелищная для болельщиков. И крупный счет, наверное, отражает, в принципе, и происходящее на поле. Действительно, 20 ударов по воротам мы нанесли. Не дали особо противнику ничего создать у своих ворот. Для нас эта победа носит очень важный такой психологический аспект. Победить лидера, команду, у которой в графе пропущенные мячи было ноль. Команда, которая с начала сезона еще ни разу не потерпела поражение. Это очень важный момент. Тое психологическое преимущество, которое мы сейчас получили, должно нам помочь в будущем. Я хочу подякувати хлопцам за то, что они отдалися. Я дивился, они в первую очередь выполнили тренерские настановы абсолютно все. Они играли в свой футбол. Могло быть и 6-0, могло быть и 7-0. Как бы там ни было, на сегодняшний день был футбол. Был хороший футбол в нашем выполнении. Я хочу просто побажать тренерскому штабу найти тот момент, сегодняшнюю золотую середину и расштовывать на каждую игру так. У нас была горечь поражения домашней игры с металлистом. И хотелось реабилитироваться. Хотелось реабилитироваться. И надеюсь, ну не надеюсь, у нас получилось. Надеюсь, что в дальнейшем будет еще больше людей ходить. Я прошу, чтобы люди приходили и поддерживали нас. Гораздо приятнее играть при заполненном стадионе. А еще этот матч посвятили Андрею Гомону. Парень перед отъездом на лечение в Турцию побывал на базе Днепра и пожелал команде победы. Мы хотим, чтобы мы выиграли. Мы будем с вас выиграть. Пришел парень, уезжает на лечение в Турцию, попросил выиграть. Всем, конечно, понятно, что это футбол. Результат может быть абсолютно любым в любой игре. Гарантировать, конечно, ничего не можем. Мы можем обещать, что все сделаем для того, чтобы победить. Мы играем на победу в каждой игре. И даже в тех, в которых, может быть, не все получается, результат не в нашу пользу. Но мы действительно выходим для того, чтобы играть красиво, атаковать, бить по воротам и выигрывать. Поэтому то, что сегодня так получилось, действительно, это здорово. Парню выздоровление. Можно ли так сказать, что один из мячей или эта победа посвящена именно этому парню? Да, конечно. Мы переживаем за Андрюху. Желаем ему всего самого лучшего. Пусть выздоравливает парень. Мы его поздравили сегодня игрой. И я думаю, все голы можно посвятить ему. Потому что, действительно, не дай бог, такая болезнь случится. Поэтому пусть выздоравливает Андрюха. Я хочу сказать большое спасибо болельщикам. И я думаю, будет правильно посвятить эту победу, которую мы выиграли парню, который в Турцию поехал на лечение. Он попросил, чтобы мы сыграли достойно, выиграли. Пожелал нам удачи. Так что я хочу Андрею посвятить эту победу. Всем привет из Турции. Мы вчера прилетели. Смотрели с папой вашу игру. Спасибо за победу. Постараемся сдержать обещание победить в поле.